Доброе утро! Мятежа это 100% и его вытесняли в том числе из Африки, у него появились мощные конкуренты не только в частных военных кампаниях, но это уже были геополитические интересы. Плюс ко всему он был объявлен предателем, это слова Путина, что предатель, и мы знаем, что Путин предателя не прощает, и речь шла только, как я понимаю, о внесудебном следствии и вынесении приговора. И это следствие длилось ровно два месяца. Прежде всего речь идет о допросах пропавших генералов, и я имею в виду прежде всего генерала Суровикина. Накануне катастрофы, накануне катастрофы или теракта, накануне гибели Пригожина была объявлена о том, что генерал Суровикин отставлен со своей должности, то есть это означает в переводе на русский язык, что следствие закончено. Следствие закончено, и, видимо, приговор вынесен, потому что, конечно, Суровикин был ключевой свидетель или, возможно, соучастник пригожинского мятежа, и вот приговор приведен в исполнение. Я думаю, что это такая спецоперация по собиранию всех в один самолет. Мы уже знаем о непроверенных абсолютно слухах, сведениях и так далее. Их сегодня утром, в том числе о них рассказывал Христо Грозев, глава одной из подгрупп Белинката, и он сказал, что второй бизнес-джет Пригожина, который приземлился в Москве, который развернули, его встречали со спецназом. И где сейчас находятся пассажиры второго самолета, никому неизвестно. Конечно, это ликвидация ЧВК Вагнера, ликвидация всей его верхушки, ликвидация Пригожина, и ликвидация Уткина, и ликвидация Чекалова, как людей, которые пошли против Путина. Это демонстративное исполнение приговора. Этот приговор и этот приказ об уничтожении главарей ЧВК Вагнер, на ваш взгляд, был отдан самим Владимиром Бутиным, или решение принималось условной кремлевской тройкой, в которую, вероятно, входил кто-то еще? Ну, возможно, об этой операции, естественно, знал кто-то еще. Наверняка об этом знали, потому что операцию готовили, готовили тщательно. Нет сомнений, что ее проводил ИГРУ. И генерал Аверьянов уже называется его имя с первых часов. Человек, который ответственен за ликвидацию очень многих российских, разнообразных, надо сказать, деятелей. В том числе он стоит за покушением на Скрипалей, знаменитая операция с Солсберецким шпилем. И это было уже понятно с самого начала. Возможно, знал какой-то достаточно узкий круг вокруг Путина. Конечно, наверняка об этом знал и Шойгу, и Герасимов. Но то, что Пригожин смертник, ну, это было понятно. Это было понятно. Человек, который нажил себе десятки, десятков очень влиятельных врагов, крайне влиятельных врагов. А из друзей-то у него остались только зэки, не самые влиятельные силы на земле. Если все было так очевидно, если за день до вероятной гибели Евгения Пригожина сняли генерала Суровикина, более того, вчера, сложно назвать ее годовщиной, но именно два месяца назад начался марш Пригожина на Москву. И, в общем-то, много таких совпадений, которые намекают на то, что что-то в этот момент может произойти. Почему Евгений Пригожин все же возвращается, как сообщило издание агентства, вчера из Африки в Москву, и там пересаживается на свой бизнес-джет? Есть ли какие-то подозрения, что могло его привести на территорию России вновь? Ну, знаете, во-первых, русская рулетка по-прежнему любимая игра в России. А уж Евгений Пригожин, мне кажется, был ее главным адептом. Он, конечно, прекрасно понимал, что он приговорен. Он никогда не был дураком. Но он человек зоны. Он очень тюремный человек. У него понятия въелись в его душу, в его судьбу, в его мозг. И, конечно, он прекрасно понимал, что если он уйдет с арены тихо, так его и убьют тихо. Его отравят тихо. Жизнь его все равно не дадут. Слишком много знают. И, скорее всего, сделают это быстро и унизительно. А если он попытается сопротивляться и будет прыгать, как крыса, загнанная в угол, о чем писал Путин в своей самой первой книге, как его поразила в детстве встреча с крысой, загнанной в угол. Вот Пригожин был такой крысой, которая кидается на нападавшего, нападающего, понимая, что только так он может избежать свою участь. Он попытался, но уж, в конце концов, действительно добился того, что погиб с такой помпой на весь мир. На весь мир рвануло. И все увидели, на что способен Путин. Никто, конечно, не сомневался в этом. Но если вдруг у кого-то еще были вопросы, а кто же сбил малазийский Боинг? Да что там малазийский Боинг? Вот прямо вот в небе, над Тверью, Балагое, где-то между Ленинградом и Москвой, российской ПВО или российскими взрывными веществами внутри самолета. Был уничтожен самолет, тоже российский, я не по производству, а по месту назначения и использования, где сидели российские граждане по приказу российского президента. И это, конечно, потрясающая геополитическая новость, политическая новость, военная новость. Но посмотрите, никто не схватился за сердце, как же так, как это может быть, чтобы в центре России, между двумя столицами, русской ракетой или чем-то еще, там был сбит российский самолет с российскими гражданами. Как же так? Тут ни у кого вот этого вообще не было. Все понятно. Конечно, мы живем в террористическом государстве. А кто сказал, что террористическое государство действует только на чужих? На своих тоже. Вчера некоторые комментаторы предполагали, что у таких людей, как Евгений Пригожин, на случай гибели может быть сготовлен какой-то архив, компромат на крупных чиновников. Подозреваете ли вы, что что-то такое мог подготовить Евгений Пригожин на случай собственной гибели? И кого может касаться компромат, если такими сведениями Пригожин обладал? Абсолютно убеждена, что так оно и есть. Я совершенно убеждена в том, что Пригожин оставил компромат и постарался сделать так, чтобы в случае его гибели этот компромат лег, ну я не знаю, на стол Христа Грозева или на стол Международного уголовного суда прокурора. Что-то вот такое предпинило. Но ведь мы с вами об этом говорим уже довольно давно. Это же прекрасно понимали и путинские люди. И Путин сам это тоже прекрасно понимал. И главное разведывательное управление в России, они, конечно, совершили много очень провальных операций. Но все-таки, тем не менее, мыло-то не едят. И ложками мёртани проносят. Они это тоже понимали. Я думаю, что как только они получили какие-то гарантии, что этого не случится, перехватили канал или перехватили сам компромат. Или решили, что содержимое компромата не такое ценное. А что, собственно, нового может узнать мир про Путина? Чего мы ещё не знаем. Что чаша весов коснулась другую сторону. То есть либо они перехватили канал, либо они посчитали, что содержимое папочек Пригожина никого уже не фрапирует. Как реагируют на вероятную гибель Пригожина сами вагнеровцы, в том числе заключённые и их родственники? Вчера появлялись скриншоты из чатов жён бывших заключённых, которые отправились на войну вместе с вагнеровцами, где женщины переживали о том, выплатят ли им зарплату их мужей за войну против Украины, если действительно слухи о смерти Пригожина подтвердятся. Нет, ну, конечно, вагнеровцы теперь, собственно, никому не нужны, и никто ничего платить им не собирается и не будет, разумеется. Также перестанут защищать бывших заключённых, которые оказались на свободе. Я сказать, они оказались на свободе только потому, что Пригожин поссорился с Шегу. По идее, они должны были все сгинуть на фронте. И то, что они вернулись в Россию, это вот из-за этого. Сейчас с завербованным Министерством обороны заключённых никто из них в Россию не вернётся, по крайней мере, план такой. Нафига они? Тут нужно бегать с ножичками, кувалдами, насиловать девочек и убивать старушек. Или наоборот. Поэтому, на самом деле, кроме вот этой части, я думаю, что горючих-то не будет. В части, собственно, сотрудников СИН, то Пригожин был их врагом, он их унижал, он забирал заключённых без их ведома, без законных оснований и очень сильно их подставлял. Что касается, не знаю, там, Африки, ну, вы же понимаете, да, свобода любви в африканский народ будет поддерживать любую ЧВК, которая, собственно, приходит с оружием в руках, называет их, я процитирую, всё-таки, Пригожина и его помощника, в смысле, одну из его правых рук, простите за выражение, это я уже начиталась всяких разных Стареградов, которые так вчера и выражались, собственно, Чикалова, «Голожопых берберов». Это цитата. Цитата, что мы с «Голожопых берберов» делаем сильную современную армию. Так, в общем, если речь идёт именно о подобном процессе, то какая разница, какая ЧВК? При этом появляются некие записи якобы вагнеровцев, где они призывают экс-вагнеровцев, которые отправились в отпуска или вообще уже закончили своё участие в войне против Украины, откапывать автоматы, откапывать пулемёты и ждать приказов, возможно, идти дальше на Москву, как писали законалы, связанные с ЧВК вчера вечером. Возможен ли новый бунт? На ваш взгляд, могут ли вагнеровцы действительно предпринять какие-то действия, и отправиться вновь в направлении российской столицы? Нет, ну нет, конечно, конечно, нет. Это обычная реакция на подобные вещи, на гибель лидеров какого-то там повстанческого движения. Теперь всё, верхушки нет. А дальше уже по Высоцкому. Настоящих буйных мало, вот и нет у выжаков. Спасибо за ваш комментарий. Ольга Романова, правозащитница, глава организации «Русь сидящая», была гостьей нашего эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова